Добрый день, уважаемые любители шахмат! И в этот раз я проведу обзор 12-го тома Халифмана Дебют Биоми Пананду. Сразу предвкушаю вопрос, а куда делись 10-й и 11-й томы. Отвечу так, что в 10-м томе разбирается Челябинский вариант, против которого я избираю другое продолжение, а в 11-м томе разбирается Дракон и ранний Дракон. Против раннего Дракона я играю Марец, против Дракона играю другое продолжение. Поэтому, естественно, я не могу быть экспертом в тех линиях, которые предлагают Халифмана. А остальные томы Халифмана как раз используют до дебютной подготовки в большей или меньшей мере, поскольку полный репертуар он содержит в себе вся эта серия Дебют Биоми Пананду. Ну и теперь, собственно, 12-й том. Здесь рассматривается так называемая система Раузера. В первой части сначала идут отклонения от системы Раузера, связанные с такими ходами. Ну, вообще, всякие разные ходы, кроме тех, которые основные в книгах разобраны. А основной упор, конечно, на ход Е5 в этой главе. Вот почему так не играют, Халифман правильно подметил, что есть шахты на Д5, и потом белые имеют великолепный контроль в поле Д5. Игра хорошая по белым полям. Во второй главе Халифман разбирает различные пятые ходы черных. Ну, и основной, конечно, ход Слон Д7. Но обычно КНЦ6 все равно ходится. Так что особого смысла эта игра не имеет. Без хода КНЦ6 ввиду такого прыжка, как КНБ5. В случае же А6. Ну, игра более-менее почти всегда переходит в одни русла. Здесь, конечно, ужасная позиция у черных. Это неудивительно. Поэтому первые две головы не могли быть плохими. Вот в третьей главе у меня есть определенный вопрос. Ну, здесь уже, собственно, начинается разбор атаки Раузера Слон G5. И черных тут рассматривается очень много разных ходов. Ну, есть очень интересная возможность. Это же 6. Довольно-таки недооцененный ход. Но если мы посмотрим по базе, то так играл даже Магнус Карлсен. Правда, проиграл в Лаките, но в 2006 году. Ну, это знак того, что довольно-таки интересный вариант, как мы видим. Не Сипиану, Поткин, Найер, Витюгов. Довольно сильные игроки играли этот вариант. И вот, так как показывает Халифман, первых Слон С4 уже спорное решение, поскольку есть альтернатива Слон Д5. Ну, ладно, допустим, Слон С4, Слон G7, Кой БД5, 2-0, Ферзь Д6 и выиграли пешку, действительно, белые. Но не все так просто. Сейчас я вспомню, какой вариант меня заинтересовал здесь как раз по партии Карлсена. Да, то есть, Ферзь Д6 и АФ5. Это основное продолжение. Собственно, у черных неплохая компенсация за пешку. И Халифман не доказал мне лично, что белый здесь перевес. Например, он демонстрирует вариант 3-0, Ферзь Б6, и здесь делает ход Ферзь Ж3. Ну, движок показывает тут ход ладья ШФ1, новинка. Дело в том, что после Ферзь Ж3 следует довольно-таки неприятное продолжение ФЕ и на Конь Д6 он разбирает только ход Слон Е5. Ну, тут движок показывает, что у черных есть такое продолжение, как Конь Д4 с идеей Слон Е6. И действительно, довольно-таки неприятная компенсация за пожертвованную пешку. Слон черный давит короля белых. В общем, вполне игровая позиция. То есть, в этом казалось бы, левом варианте Халевман не убедил меня, что у белых есть перевес, и вообще позиция выглядит в бою доострое. Ну, то, что касается, допустим, хода А6 и Конь Д4, размена, он тоже здесь проанализировался нормально. В таких позициях, конечно, нужно бить на Ф6. И самое главное, это не менять Ферзей, а проводить пешечную атаку. И он это ее вполне отлично описал. конечно, что можно сказать в общем про вариант этот, когда черные пытаются оставить короля в центре и вынуждают белых выменять слона на Ф6. Они обычно начинают их рода Ферзевом фланге. Ну, следующая хвала, видимо, тому же самого посвящена, а именно ходу слона Д7. Ну, и вот со мной так в гроссмейстеры ходили некоторые в блиц. Довольно-таки опасное продолжение для белых, если я не знаю теорию, черный бог, уравнять или перехватить. Ну, Халифан написал ход за ходом все. Очень точно. Именно на А6 последует 3.0 и на Ферзь А5 конь Б3. А в случае водя Ц8 Ф4 на Д4 Ферзь А5 и Е5. Очень точный ход. Насколько я помню, я всегда бил здесь слоном на Ф6 и ничего не получал. После Е5 форсированная линия он приводит. Здесь слон Ц6 слон даже 5 подвисает. Белое перекрытие делают. В общем, вот эта вот позиция форсированного возникает и здесь довольно-таки обширная практика игры этой позиции на хроссмейстерском уровне. Ну, проблема у черных в том, что Исэди даже рокирует. Их король не защищен от матовой атаки на королевском фланге. Ну, форсированно возникает такая позиция. Исэ рокируется, то пешка аж 5 слаба. В общем, Халифман действительно убедил меня, что этот вариант опасен для черных. Ну, пока я же говорю, почти все главы меня полностью устраивают. Описание Халифмана, ну, так надо заметить, что эта книга относительно новая. Сейчас посмотрим, какого года. По-моему, 2010-го. 2009-го, ну, тоже уже были нормальные движки к этому времени. Теперь глава, то есть, теперь вторая часть идет, в которой, собственно, атака раузера без А6 разбирается. Атака раузера, в принципе, это слон что-то вроде этого. Так что, я, в любом случае, часто очень играл. Ферзь Д2. Естественно, ход белый. И вот здесь, конечно, очень большая сложность у белых запомнить, в какой момент на А6 реагирует правильно слон Ф6, когда ходит за 6, когда слон Х4. Очень много вариантов, в которых черный А6 ходит. Белый должен знать, когда они вовремя должны правильную реакцию. Это очень затрудняет врученных. Вот, например, со мной пошли недавно А6, и я сделал ход К6, БНС, слон Е3, и ничего не получил. Быстро партия против мастера Федовича закончилась. Халифман в своей книге пишет, что на А6 в этой позиции слон Ф6, ЖФ и 3.0. Ну, я помнил, конечно, эти позиции. Здесь Халифман правильно показывает основной план белых, а именно поставить слона на Е2, потом перевести ладью на Ф3, и пешка на H5 теперь под боем. Белые хотят ладью H3 атаковать ее. И у черных довольно-таки неприятная позиция без контр-игры. Здесь тоже все описано отлично. Переходим к следующей главе. Здесь рассмотрен вот Ф6. Черные выгнали коня с центра, но ничего фактически не изменилось. Опять-таки, белые занимают центр и проводят тот же самый план. Если черные делают длинную рокировку, этот план стандартный. Водя переводится на Ф3, слон ставится на Ф1. В общем, позиция черных очень неприятная. Батя Глобова немного похожа просто. Там А6 вынуждающий ход. Но оно более-менее переходит друг друга на самом деле. Теперь посмотрим. В седьмой хове у нас достаточно редкие продолжения. Потому что здесь, конечно, все бьют на Д4, не задумываясь. Халифман, конечно, у него книги репертуарной полной. Он рассматривает ход А6. Здесь я тоже играл. У нас есть пожилой КМС в городе Николаев Алексеев, который постоянно этот вариант разыгрывает. Я всегда бил слоном на Ф6. Но это не точный ход. Правильный ход это слон на А4. Потому что после слона на Ф6 слона в 6 разбег ДС6 у черных более чем Белых отличная игра по белым полям. Здесь также у меня пару раз такая позиция в Блиц возникала, а Белые конечно здесь имеют большой перевес. Михаил полностью разобрал. Разве что в этот конкретный момент А3. Есть альтернатива С3 как играли. Но это не так важно. По-моему в Белых так что большой перевес. В 8 главе рассматривается уже наконец-то основная линия где черные меняются на Д4 ходят Ф5 С4 и в этой главе альтернатива основному ходу слон Д7 рассматривался. Ну допустим водя Д8 как ходил Джабава по-моему насколько я помню черными да очень много партий видим Джабава ну в конце концов Лифман показал правильный путь как получить перевес белым в варианте сводя Д8 ну и А6 он как основную линию разобрал вот здесь вот допустим если вы включите движок вот даже в пользу черных эту позицию оценивают на самом деле одного взгляда ясно что у белых опасное давление по диагонали А2 г-8 и хэлх показывает вариант довольно таки убедительный что у белых здесь большой перевес в девятой части наконец-то рассматривается основная эта линия которая где-то 17 ходов делается на автомате вот до этой позиции здесь у черных есть альтернативы это основная позиция по-моему в варианте Раузера у белых два слона у белых есть шансы на атаку на королевском фланге и Халифман здесь довольно четко провел анализ здесь ферзи 4 и слон D3 черные кстати могут пожертвовать качество на D3 но он прям иногда дебют переходит в Энджпеле он оценил с перевесом белых действительно это так в случае же войдя D5 он так же показал очень важная идея свон B4 у белых отличный контроль ну собственно везде именно атака Раузера это очень неприятный дебют если белые к нему не готовы как раз из-за этих всяких мелочей о которых я уже говорил например А6 куда побить слоном на F6 или отступить слоном если же соперник играет не тот же вариант у вас есть возможность подготовиться по книге Халифбаду я уверялась что вы получите перевес но в углове то есть третьей части рассматрена атака Раузера с ходом А6 здесь черные в отличие от хода слон Д7 пытаются начать вместо фигурной игры пешечную игроку на мерзиам Фуанаге 3.0 слон Е7 Ф4 здесь различные ходы рассмотрены и вот в этом конкретном варианте у меня есть вопрос как раз Халифбадзу вот он рекомендует ход Е5 вместе ли ход Ф5 слон Е2 также играли но слон Е2 это не так активно на самом деле поскольку я смотрел какой-то момент времени позиция белых мне перестала нравиться ну это то что касается 10 главы то есть здесь не совсем по мне лучшее продолжение описал Халифман в 11 главе рассматривается вариант С6 и вот именно в этой конкретной позиции только в этой конкретной позиции надо бить конем до c6 я несколько таких партий есть очень высокорейтинговый соперник на шахматной планете Сапунов Евгений я получал хорошие позиции против него в блиц и вот здесь вот в этот конкретный момент именно ферси 3 очень сильный ход белых идея закрыть фланг то есть центр походить е5 и начать атаку слон е7 слон е2 0 h4 именно где е8 и g4 у кого неприятная атака а в случае же здесь слон b4 обычно ходит на самом деле если мы сейчас базу посмотрим почти все ходят слон b4 ну такой тоже довольно левый вариант и ферси 5 кстати тоже иногда ходят с той же тут нормально по-моему показал в этом конкретном варианте не очень дива черных ну это еще раз говорю это очень компьютерный вариант очень часто играли вот так вот ибо h6 в этой позиции если мы посмотрим по базе не все до сих пор идут поскольку нужно помнить компьютерные анализы отступаются на е3 и получается английская атака в которой черные сделали лишь ход h6 он с одной стороны полезный с другой стороны не очень конечно такие определенные тонкости но ход код с h6 закрывает этот вариант с теоретической точки зрения ну и вот тут все-таки слон b4 посмотрим слон e2 2 0 e5 и здесь сходит код h7 в основном как мы видим и процент побед черных достаточно хороший но это не должно расстраивать потому что хальфпад четкий путь к перевесу показал это именно fg3 и после основного хода сейчас посмотрим какой основной ход после код h7 по базе а f5 действительно f5 и вот здесь после ладья h3 король h8 сбернов зинченко он сильную давидку предлагает g4 собственно так не походили белые еще ни разу и поэтому очень плохая статистика в этом варианте у них черные обычно даже выигрывают ну а с теоретической точки зрения он закрыл этот вариант поскольку белые защищаются от атаки у них в итоге мощная атака на королевском фатке чуть ли дебатовая вот такова собребеда теория и чтобы доказать неправильность игры черных нужно иногда очень глубоко ее знать что даже иногда мощная бестерам удается но теперь 12 глава здесь начинается уже рассмотр продолжения с вон d7 ну что белый конечно ходит f4 и на 6 белый хитро в этой идее должны бить на f6 тоже очень важная тот кис подмеченная халифмадом поскольку белые хотят вступить коня f3 и e5 проведет жертвы пешки в случае b5 белые меняют свои планы бьются он бьет f6 это переходит в следующую главу очень интересная конечно такие тонкости дебютные которые нахват не увидишь практической партии они только сдаются в анализе очень глубоком и здесь конечно у белых большой перевес потому что черный король не рокировал ну 13 глава то есть 13 глава посвящена продолжению коня слон e7 вместо b5 слон e7 и здесь халифман правильно рекомендует что белые завершили развитие теперь угрожают после коня f3 ходом e5 ну после b5 меняются на f6 здесь e5 как раз плохо во всех других случаях практически e5 следует и позиция черных плоха но здесь опять-таки типовая позиция получилась черных структура разбита полностью что дает белый перевес ну и последняя завершающая глава так чаще всего ходит b5 если мы сюда посмотрим довольно таки популярное продолжение так в последнее время играл гроссмейстер дубов очень часто мы видим что и топало в свое время играл раппорт каспаров даже ну это далекий b5 именно b5 не гири раппорт иванчук дреев иногда ну собственно все сильные мера сего и на самом деле слон пьет f6 сейчас оставлю продолжение вместо конца 6 ну филиппан правильно поэтому слон f6 избирает Ж на Ф И король Б1 Ну насчет король Б1 Это такой профилактический ход Полезный И на ферзь Б6 Разберется 6 и Ф5 Именно так Жертву пешки Связанную с Б4 Он также разбирает Тут на Е4 практически Никто не бьет, потому что игра вскрывается Несмотря на то, что у черных Два слона У них, как мы видим, низкий процент Побед Ну Это все основное Продолжение, здесь мы, если вы видим По-моему, была Недавно партия В этом варианте Алексеев против Дубова Самини память не изменяет Что-то, наверное Ну, Свитлер Дубов я вижу Алексеев Дубов почему-то Не вижу Ну, Дубов очень часто В последнее время так играл Этот вариант Ну, соответственно Как мы видим Статистика черных Довольно-таки неплохая Здесь Ну, из всех вариантов Атаки Раузера Это сейчас самый популярный Черные Мирятся с тем, что Действительно Тут позиции немного Хуже у них Ну, надеются Разменять Ферзей И перейти в лучший Эншпиль Ну, у Халифмана На самом деле Все отлично разобрано Вот тут только Почему КН-H5 Ладно КН-H5 КН-H7 И вот здесь почему-то Он через порядок Х4 Заходит в ту же позицию Правда Он упоминает Что после Ладья Х1 Е1 Ладья Х8 Та же самая позиция Возникает Форсирована В общем Здесь он тоже Как обычно Любая дебютная книга Заканчивается В самом Злободневном Вариате Эншпиль И он говорит Что это Эншпиль С перевесом белых Ну, да Действительно Здесь Партии Дисыграда Ну, довольно-таки Неприятно Чудобе играть Такое Ну, что ж Подводя итог Эта книга 12-я по счету И Она уже Всего лишь 6 лет назад Была издана Поэтому Она уже Почти не устарела И Действительно Атака Раузера Это сейчас дебют В котором При хорошей подготовке Белых Которую вы можете Использовать Книги Халевпада Позиции черных Их получается От критических До С перевес Минимальным перевеса Белых И с этим Им надо Сбериться Да Все-таки Раузер Был В свое время Гениальным Что придавал Такую систему И она действительно Если черные Ее играют Они ставят себя Под вопрос Свои обидцы На партию Ну, что ж Довольно-таки Хорошая книга На этом все Спасибо, что досмотрели Это видео до конца А с вами был MVP Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok